Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами поиграем сегодня в Papers, Please. Бумажку, пожалуйста, симулятор пограничника или как-то там еще. Нажимаем сразу на сюжет, нажимаем на игрушку заново и начинаем просто без лишних всяких слов. Поздравляем! Подведены итоги Октябрьской лотереи рабочих мест. Вы победитель. Хорошо. Это же хорошо, что я победитель. Немедленно обратитесь в Министерство въезда на пропускном пункте Грештин, чтобы вступить в должность. Ну, пойдем. Вашей семье будет предоставлена квартира в Восточном Грештине, в жилом доме 8 класса. Арстоцка. Слава Арстоцке! Ука. Как хорошо. Пропускной пункт в Грештине открыт. Мы ждали 6 лет. Способны ли Минвъезда трезво оценить ситуацию? Да, скорее всего, вас способны, раз ведь так все происходит-то. 23 ноября 1982 года. Че делать надо? Арстоцка. Министерство въезда. Официальный бюллетень. Инспектор, добро пожаловать на пограничный пропускной пункт Грештин. Возьмите паспорт, поставьте печать на странице виза. Угу. Следующий. А, это... Я нажимаю на граммофон. Я понял. Ваши документики. И? Что? А, таскается. О! Положите документ сюда, написано же. Вот здесь где-то печать должна быть, да? Да, здесь печать. Нужно... Нужно что делать? Въезд разрешен только гражданам Арстоцки. Всем иностранцам отказ. Слава Арстоцки. Значит, тебе разрешают. Ты же ведь из Арстоцки вроде как. Давай, счастливого пути. Женщина, до свидания. Слава Арстоцки. Спасибо. Так, следующий. Почему сам ты не говоришь, ну? Ваши документики. Этот пункт гораздо меньше, чем говорили. Ты не местная. Пошла отсюда лесом. Ну-ка. До свидания. Только граждане Арстоцки. Следующий. Вы из Арстоцки? Нет, вы не из Арстоцки. Вы из Республики. До какого хрена вы сюда вообще зашли? Я не понимаю, как вы сюда зашли. Почему вас не выкинули на пропущенном пункте? Не могу поверить. Да пошел ты. Сама пошла. Следующий. Так, мне вроде бы еще ничего не нужно делать-то здесь, да? Кроме как вот этим заниматься. Ваши документики. Арстоцка. Арстоцка. Зеленый паспорт это Арстоцка. Сразу знаю. Сразу знаю, что зеленый паспорт это Арстоцка. И нужно отдать просто тетеньке паспорт. Следующий. Здрасте, ваши документики. Этот пункт вообще зря открыли. В смысле? Ты что, сюда просто так пришел? Без документов, что ли? Ты что, дурак? Кто же без документов тебя пропустит через границу? Ваши документы. Арстоцка. Арстоцка. Ну-ка. Ну, зачем ты закрываешь печать мою? Печать мою не надо закрывать. Давай. До свидания. Слава Арстоцке. Спасибо, надо было сказать. Медленно как вы ходите. Давайте быстрее. Ваши документики. Арстоцка. Арстоцка. Ну-ка. Так, так, так. И пошло, поехало. Слава Арстоцке. Сколько мы быстро обслуживаем клиентов? Все пограничники просто обзавидовали сейчас. Ваши документики. Ты не местная. Иди отсюда. Ну-ка. Только граждане Арстоцке. Следующий. Здравствуйте, мужчина. Ваши документики. Арстоцка. Ну-ка, въезд. Ну, открой, пожалуйста. Есть тут какая-то горячая клавиша под эту печать? Или нет? Слава Арстоцке. Спасибо. Следующий. Слушай, интересная кружка прям вообще. Не могу. Ваши документы. Арстоцка. Слава Арстоцке. Все. Клиентов всех обслужили. И день окончен. Отметьте расходы, которые можете себе позволить. А какие я могу себе позволить? Сбережение 30, зарплата 10, продукты отопления. То есть... А, я... А, ну то есть равно автоматом списывается. А если не будет денег, то уже не будет списываться. А за жилье у меня что, денег нет? Или оно априори спишется? Типа, можно и не есть, и не отапливаться. Но за жилье в любом случае ты спишешься. Понятно. Пойти спать. Пропускной пункт Грештин. История успеха. Правила стали мягче. Разрешен въезд иностранцам. Пора на работу. Так, 24 ноября 82-го года. Ну, пошли, пошли, пошли. Арш-Стоцка. Министерство въезда официального бюллетеня. Инспектор с сегодняшнего дня разрешен въезд иностранцам, имеющим действительные паспорта. На вашем рабочем месте установлена программа проверки. Тщательно проверяйте все данные паспорта. Отказывайте всем, чьих паспортах будет отмечено несоответствие. Продолжение. Режим проверки. Ну-ка, давай начнем. Так, ну ты не местная, значит проверяем. Выделите несоответствие. Так, ну, здесь нет несоответствий вроде как. Сейчас 82-й год, а тут до 84-го. То есть... Ладно. Хорошо, ну, значит, разрешено тебе, да? Теть, как ты считаешь, тебе разрешим или нет? Только никому не говори. Иди. Иди. Это было просто. Надеюсь, что ты никому не расскажешь. И надеюсь, что было все правильно. Сделано. И ничего нам... Сейчас никакие санкции не применят к нам. Ваши документики, как-то ты странно выглядишь. Ангель, ан-ан-ан-ты... А почему здесь... Сверху написано место, откуда ты прибыл? Ну-ка. Нет связи. Нет связи. Нет связи. Ну, здесь вроде как нет связи. Нет связи. Глориан и Глориан. 82-й год, 11-е... Чтобы задать вопрос, выделите несовпадающие данные в режиме проверка. Ставни, ставни. Это хорошо. Действующий паспорт нужен. 24-е... 11-е. 82-го года. У него недействительный паспорт. Как со своей... А! Со своей датой надо было это все совмещать, а не с паспортом. Я про это ничего не знаю. Ну и нахуй иди отсюда. В чем проблем-то? Отказать. Не знает он, блядь. Иди отсюда. Не знаю, но не избавляет от ответственности, как говорится. Следующий. Ваши документики, бабуля, какая ты милая. Это, ну... До 84-го года. С 25-го. С... Да в целом-то все правильно у тебя, да? Вроде как все верно. Вроде верно. Хуй его знает. Может и неверно. Но вроде можно. Это было просто. Вроде как можно. То есть паспорт еще не просроченный. Нужно просто смотреть хотя бы год. Можно побыстрее? Нет, нельзя. Я проверю. Да мне не волнует. Почему ты пришел тогда сюда так поздно? С 45-го по 84-й. 22-е января. Ростовская. Все правильно, молодец. Я сам решу, когда ты отсюда уйдешь. Вообще сейчас возьму и не буду тебя обслуживать. Наконец-то. Следующий. Ваши документы. Так, здесь у нас что с тобой? До 30-го декабря 83-го года. Но мне как-то кажется, что здесь что-то неправильно. С 36-го по... Да, ну... Ну, да не, ну все верно вроде бы. Арбистан. Вроде как все правильно. Следующий. Пол! Ёб твою мать, чего и пол надо сверять? Привет, красавчик. Ну ты женщина? Эээ... Это что такое? Роза греха. Один босс, чё-то, вост, грешкин. Любой твой каприз. Иди ты в жопу, женщина. Как тебя выбросить-то? Вот сюда положу. Куда-нибудь. Арстоцка. Ж. 84-й. Арстоцка. Виза на въезд. Все верно. Здесь все правильно. Короче, да, еще теперь и пол будем сверять. Я тут пару месяцев пробуду. Не забудь навестить меня. Так мне время уже пиликнул, по-моему, нет? День рабочий кончился. Или мне нужно план выполнять? Мужской пол, 84-й год. Все верно. До свидания. Это что такое? Это что происходит-то, я не пойму. Ёб твою мать. Что творится-то? Где я сейчас ошибся? Из-за атаки террористов? Игра сохранится в начале каждого дня. Серьезно, серьезно. Так, ладно, а если... Продукты надо и покупать. Отопление тоже нужно. Вроде как холодно на улице. Там снег все-таки лежит. Ну, пойди спать. Короче, я 5 долларов оставил. И на эти деньги вообще уже, по-моему, ничего не купишь. Атака террористов в Грештине. Подозреваются революционеры из Калечии. Чутка Калечия. Укреплен больше солдат, больше мер безопасности. Кстати, вот смотри. Только-только-только ослабили меры. И все, и сразу террористы. 25 ноября 1982 года. Установлены правила выезда для иностранных граждан. Все иностранцы должны иметь при себе пропуск. Тщательно проверяй всю информацию, поставь печать на странице виза на въезд в паспорте. Верни все документы владельцу. На отсутствие документов можно указать, выделив стол слева и соответствующий пункт справа. Так, ты иностранец. Пропуск. До 25-го, 11-го. Он до сегодня же ведь. А, или на сегодня. То есть... Так... Пара-па-па-па-па-па-па-па. До 84-го года. Ну, мне кажется, все верно, нет? Как по мне, все верно. То есть, здесь больше ничего не должно быть. Я просмотрел все страницы и думаю, что это верно. То есть, пропуск есть. Он на сегодня. Виза на въезд готова. Давай, счастливого пути. Так, мужской пол. Мужской пол. Как-то подозрительно ты выглядишь. Прямо смотришь так неприятно на меня. На, вот тебе пропуск. На, вот тебе паспорт. Это было просто. Следующий. Надеюсь, что сегодня без террористов. Женщина, здравствуйте. Ваши документики. Ты у нас из Ангерии. Женщина, Глориан, 84-й год. Подожди, а у тебя нет этого? Пропуска нет? Так, а где? Куда надо нажать-то? Можно указать, выделив стол слева и... Рулис. Мне нужны рулис. Рулисы мы сейчас вот сюда пододвинем. И разрешено. Счастливого пути. Это было просто. Ну, конечно же, просто. У тебя же все было. Следующий. Здравствуйте, женщина. Ваши документики. Женский. Я готова так осчастливить... Тебя осчастливить в любое время. Да иди ты в жопу. 84-й год. Ты не местная. Ну-ка, паспорт. Ой, ну-ка, дала мне этот... Ты мне свою писюльку-то не давай. Мне нужна пропуск для иностранцев. Давай. Ну, чё данные совпадают-то? Какие данные совпадают? Она же иностранец. Да подожди. Она же иностранец. А, у неё... Блядь, она... Всё верно. Всё, всё. Я... Она просто закинула мне какую-то свою визитку. Она мне не нужна. Визитка твоя. Я к тебе не пойду. У меня сложная работа здесь. В розу греха я не пойду. Я никуда. Следующий. Зачем они все туда приглашают? Чё там такого интересного-то? Не знаешь? Я тоже не знаю. Паспорток. 83-я. Женщина. Чё-то, блядь, какая-то фотография здесь не очень правильная. Вопрос. Фотография на ней не вы. Годы меня не пощадили. И чё делать будем? Подожди, тут мужик вообще какой-то нарисован. 25-11. Я не буду тебе ничего давать. Годы тебя не пощадили. Мне кажется, это не ты. До свидания, нахуй. Нечего мне здесь такие возоблуждения меня вводить. Не похоже ты. Мужчина, здравствуйте. Я слышал про нападение террориста. Вам повезло, что вы работу не потеряли. Женщина. Так, ты не женщина. Ты явно не женщина. Ты выглядишь как мужчина. Погоди. Пол. Данные совпадают. А, то есть совпадают? Это женщина? Серьёзно, блядь, серьёзно. Так, ну закрой. Закрой, не хочу. А, пропуск на 25 ноября 82-го года. Тогда разрешить. Разрешить. Держи, держи. Счастливого пути. Берегите себя. Женщина оказала следующий. Ваши документики. Ой. Из калечий. Мужчина. 83-й год. Две... На 6-й декабря. Слушай, у тебя пропуск не совпадает, дружище. Дата на пропуске неверная. Я про этого ничего не знаю. Ну и до свидания, нахер. Ты какого хрена сюда припёрся? Не знает он. Ну-ка, до свидания. Счастливого пути. Следующий. Ваши документики. Беру. Так, из калечий. 84-й год. А пропуск? 25 ноября. Всё вроде верно. Мужчина. Ну давай, давай. Счастливого пути. Вроде всё верно. Но очень ты похож, конечно, на недобросовестного какого-то человека. Такой сомнительный типок. Здравствуйте, мужчина. Ваши документы? Ага. Вот я и здесь. Слава Ростоцке. Самая великая страна. В смысле? И чё? До свидания. Документы отсутствуют. Что за данный вопрос? Перейдите в режим проверка. Подож... Документы. А... Нет свя... Да вот... Вот это вот... И вот это вот. Всё. Вопрос. Я же ему задал вопрос. Где ваш паспорт? Паспорт. Арстаска такая великая. Паспорт не нужно. Верно? Без паспорта нельзя. Ладно, ладно. Понял. Потом приду. Только без паспорта не приходи. Ты просто задержал клиента. Вот и всё. Ты просто взял и потратил время людей. Просто пришёл мужик. Потратил время людей. А потом на меня будут бабушки ругаться. Из-за того, что я вот так-то так-то работаю медленно. На отопление денег не хватает. Всё. Пиздец. Я в... 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 В провале. А как здесь вообще в плюс-то выйти? Я не пойму. А? Как ты считаешь? Можно здесь вообще в плюс-то выйти? Рассвет чёрного рынка. Правительство виниет во всём слишком мягкие законы во въезде. Ничего себе. Сейчас мне ещё больше по этих дадут. 26 ноября 1982 года. Процедура проверки документов уже стечена. Граждане Ростоцки должны предъявлять личную карту. Иностранцы должны получить и предъявить разрешение на въезд. Пропуска больше не действуют. В инструкцию добавлена глава с описанием документа. Тщательно проверяйте всю информацию. Ладно. Следующий. Слава Ростоцки. Ответы въезжающего можно проверить по стенограмме. Ваш документ глава цель вашей поездки. Транзит, продолжительность визита. Я думаю пару дней. Визина въезд. Женский. А ты женщина, да? Или же всё-таки какое-то несоответствие здесь есть? Не, 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 не. Мне нужно... Да не нужно мне. Вот это и вот это. Ты женщина? Данные совпадают. Ладненько. Фотография вроде твоя. Так, 84-й год. Сейчас 82-й. Так, уйди. Это что у нас с тобой такое? Так. Пара-па-па-па. Всё. Не колебил. Транзит. Два дня. 82-й. Въезд до 18-го. 12-го. Чего-то там. Временного пребывания на территории независимой Арсоцки представляется. Обнаружено несоответствие. Тщательно проверяйте всю информацию. Добавлена глава с описанием документа. Разрешение на въезд. Ну, вроде как всё верно, да? Или же нет? Это же иностранец получается? Иностранец. Граждане Арсоцки должны представить личную карту. А это разрешение на въезд. Пропускание действует. Ладно, давай. Давай. Разрешить. Вроде всё правильно. Это было просто. Вроде как всё правильно. А там как получится. Хэм, узнаем. Следующий. Какова цель поездки? Мне дали здесь работу. Продолжительность визита на 90 дней. Так, на 90 дней. Срок 3 месяца. Работа. Всё правильно. Петр Чапко. Разрешение на въезд. Арстоцка. Так, всё верно. Мужчина. Бостон. Да, вроде всё правильно тоже. Как бы, я не знаю. По фотке похож? Похож. Вперёд. Это было просто. Надеюсь, что не ошибся я. И про... Срок истёк у паспорта. Да я туда даже не посмотрел. Какова цель вашей поездки? Что... А, замечание без штрафа. Продолжительность визита. Насколько дней... А, на несколько дней, наверное. А как мне вот это убрать отсюда? Не знаешь? Пускай вот тут лежит. Пропуск недействителен. Эй. Пропуск недействителен. Мне нужно в правилах данное... Ой-ой-ой, нет. Не сюда. Мне нужно правила открыть. Документы. Разрешение на въезд. Печать необходима. Печать. Подожди-ка. Это всё не то. Мне нужны общие правила. И мне нужно несоответственно выделить пропуск и въезд для иностранцев. Вопрос. Разрешение на въезд. Разрешение на въезд. У меня есть пропуск. Пропустите меня. Нет. До свидания. Вот это вот заберёшь сейчас. И пойдёшь получишь себе... То, чё я тебя попросил, короче, заберёшь и принесёшь. Пропускать теперь пропуск теперь недостаточно. Получите разрешение. Вот дерьмо. С меня за пропуск кучу денег содрали. Значит, допросовество получило. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Навестить друзей. Так он же по работе. Месяц-другой. Какой-то он неправильный. Какой-то он мутный тип. Он по работе пишут. А как нажать? Куда? Тут не пишут. Он сказал навестить друзей. А тут работа написана. Типа как-то здесь уже неправильно всё это работает. Где его имя? Так, ну имя правильное. Время... Въезд до такого-то. Да, это вроде правильное. Тут всё верно. Но подожди, я что-то не пойму. Он же сказал по работе. Ой, он же сказал, что... Что-что. Ну-ка. Как тут посмотреть документы? Документы. Разрешение на въезд. Короче, здесь нихера не пишут. Я понял. Разрешение на въезд и разрешение на въезд. Закрой-ка я вот это вот. Иностранцы должны получить и предъявить разрешение на въезд. Пропуска больше не действует. Так, ну ладно, давай, заходи. Мне как бы не жалко. Я человек простой, но... Но всё же как-то... Всё как-то это неправильно, мне кажется. Это было просто. Либо я не понял, куда надо было нажимать. Вот. Ложный ответ на вопрос о цели визита. Ну а куда надо было нажать? Какое счастье, что границу снова открыли. Я приехал к своему сыну, я его 6 лет не видела. 6 месяцев. На 6 месяцев к сыну. В гости. 6 месяцев. Всё верно. Так, 30-е, 10-е, въезд. Проебалась она, тётка, проебалась. Датка, сегодня не такая. Истёк. Пожалуйста, пропустить меня. Сын ждёт. Нет, извини, пожалуйста, тётя. Я очень тебя понимаю, но... К сожалению, придётся тебя отказать. Да будь ты проклят. Ну, и тебе того же. Следующий. Замечание скопилось, что-то прям... Ваши документики. Какова ваша цель поездки? Просто в гости. В гости. 8 недель. Ну, это 2 месяца. Всё верно. 24-е, 12-е. Так, всё верно. 83-е выдано. Женщина. Виза навест. Тут всё, вроде, совпадает. В целом, да. В целом, наверное, на... Синемуки, пропуки, т-та-та-та. 2 месяца. Да, ну, вроде всё правильно. Вроде всё правильно. Там как знать. Держи. Держи, говорю. Это было просто. Ну, конечно. Надеюсь, больше без штрафа. А то же ведь я, это... Точнее, без замечания. А то штраф сейчас дадут, и я больше даже отопление не смогу купить. Кова ваша цель вашей поездки? Просто в гости. На пару месяцев. 2 месяца в гости. Всё правильно. Так. 11-е, 12-е, 82-е. Республия, Бостон. Мужчина. 84-й год. Виза на въезд. Так. Цифры и буквы совпадают. Есир, Чоу, Дуру, Брю... Да, всё правильно. Молодец. До свидания. Заходи. Вроде как всё правильно. Где я там проебался, ты мне расскажи. Привет, мужчина. Теперь у меня есть паспорт. А ничего, что он у тебя вообще неправильный. Эй, на. Чё мне ему надо нажать-то? Да тут всё просто неправильно. Каба-кабра-стан. В смысле нет связи? Как нет связи? Это паспорт просто весь... Поддельный. Грубая подделка. Вы чё, неправда? Его уже одобрили. Кто его одобрил-то? В семье твоей или что? Ну и что делать будет? Не, дружище. А, тебе нужно печать... Отказать надо. Понял. Хорошо. Нет такой страны Кабра-стан. Ладно, ладно. Мой паспорт вам не нравится, я понял. Я потом приду. Новый лучше будет. Где вот имя я умудрился неправильно посмотреть? Не знаю. Арстотская. У тебя личная карта должна быть? Женщина. Мне нужно в правила, в документы... Ой, не-не-не-не-не. В содержание, в общие правила. И вот тут вот карта. Обнаружен несовпадение вопрос. Где ваша личная карта? Вот, пожалуйста. Так... 64 килограмма. 170 рост. 140... Ой, 1949 год. Это вот надо вот с этим вот сравнивать уже личная карта. Въезд. 1126. Так, 1936. Арстотска. Район Вискилла. Так, ну тут вроде всё верно. Кар... Горова Николе. Разрешить. До свидания. Мне кажется, что я правильно всё сделал. Слава Арстотске. Слава Арстотске. И на этом мы с тобой заканчиваем, наверное. За лиц, принятых после 18, плата не начисляется. Квартирная плата повышена. Куда ж повышать, то у меня денег не пизды. Он даже на отопление не хватает с продуктами. Но в конце концов-то штрафы минус 5. Зарплата 20. Мне нажильёт. Зарплата только хватает. Никогда повысят её. Ну. Ужас. Ужас. Республия. Знаменитый бегун стал убийцей. Винс Лестрейд. Подробности. Возлюбленная убита в припадке ревности. Винс Лестрейд. Скрылся, скорее всего, покинул республию. Короче, нужно из республии смотреть Винса какого-то Лестрейда. 27 ноября 1982 год. Давай на этом прощаться. Спасибо большое за Escape. Можно нажать? Нет? Нельзя. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Возможно, если она вам понравится, пиши обязательно об этом в комментариях. И в других роликах. Всем спасибо и всем пока.